Актуальное интервью Информационно-аналитического отдела Лидия Галимова Здравствуйте Добрый день, Гульнара Добрый день, уважаемые на улице Расскажите о деятельности вашего отдела Отдел наш называется Информационно-аналитический И он был создан в далекие Будем говорить в далекие 2000-е годы И, наверное, уже тогда Назрела необходимость Взаимодействия власти С местным населением Возглавляли отдел В свое время Зоя Ивановна Котова Зухра Зайкатна Шарипова Ну и вот более 10 лет Работаю я Но всегда за эти годы Начиная с начала 2000-х годов Неизменным было одно Это информационное обеспечение Информационное сопровождение администрации Теперь, возможно, изменились Какие-то функции Какие-то задачи, может быть, изменились Но, тем не менее, мы также работаем с населением Работаем живую Получаем информацию И вот наша деятельность Информационно-аналитическая деятельность Нужна для принятия управленческих решений И нами добытая информация Становится исходным материалом Для того, чтобы дальше работать В администрации с населением А расскажите о ваших сотрудниках В нашем отделе 4 человека Больше всех, дольше всех работает Малик Файвас Визунович Учитель по профессии Айвас Визунч Помогает администрации Нашим сотрудникам Также администрациям сельских поселений В освоении новых программных продуктов Также он ответственен за компьютеры За исправность техники Далее Исмогилова Ольга Владимировна Она тоже главный специалист Она к нам пришла с налоговых органов Работает более 6 лет Более 6 лет Серьезный ответственный сотрудник За ней Курирование вопросов Электронного документов рота И молодой специалист Яхлакова Лилия Рустамовна Она совсем недавно к нам пришла Влилась в наш коллектив Умеющий думать Творческий человек И нам работать со всем Очень дружно, хорошо Есть ли подробнее О обязанностях должностных сотрудников? Наш отдел курирует вопрос Использования государственных и муниципальных услуг Мы регистрируем граждан На базе нашего отдела Открыт центр обслуживания К нам люди идут Работа нашего отдела очень многогранна Мы взаимодействуем Со всеми структурными подразделениями Нашей администрации Сельских администраций Со всеми, скажем, сферами экономики Промышленности нашего района И наша задача Как можно скорее обрабатывать эту информацию Пустить, скажем, дело Использовать Использовать и в средствах массовой информации Использовать при встрече с населением Использовать в наших социальных сетях В целом в нашей работе Таким образом получается Что продвижение любых идей Продвижение любых новых информационных технологий Это задача нашего отдела Если говорить одно из направлений вашей деятельности Связано в последнее время Инцидент менеджмент Подробнее можете рассказать о том, как происходит Инцидент менеджмент В наш регион пришел вместе с Радием Хабировым В октябре 2018 года И вообще-то был пилотный проект Для многих регионов Ну, если точнее быть Для 10 регионов нашей страны И они как-то синхронно вступили в эту работу Вначале это переводится с латинска Как происшествие, негатив И вот получается, что Инцидент менеджмент Это работа над негативом Над устранением каких-то проблем К слову сказать, что Из всех регионов, которые работают в этой системе Система вообще целая называется медиалогия Наша республика на втором месте После Московской области Таким образом Инцидент менеджмент Это процесс выявления и устранения проблем Которые возникают в жизни населения Через социальные сети Решая проблемы населения, мы решаем еще и свои собственные внутренние проблемы Имиджевая составляющая Это рейтинг и это работа с кадрами То есть мы обнаруживаем болевые точки Какие есть у нас и в обществе, и в районе Работаем над их устранением При этом вовлекая многие организации Многих ответственных лиц И понимаем, какая служба раньше всех, лучше всех Оперативнее всех других реагирует Значит там кадры хорошие Значит там есть серьезная работа Серьезное отношение к своей работе, к своим обязанностям С приходом нового главы республики У нас появились новые коммуникационные системы То есть это может быть даже назвать Обязали всех руководителей Глав администрации районов Всех руководителей Министерств, ведомств Работать в социальных сетях Работать с населением Вести свои паблики Писать, общаться Выслушивать проблемы людей И в нашем районе тоже Глава администрации Ильшат Акзамович Вазигатов И его заместители Начальники структурных подразделений Уже имеют свои аккаунты Работают с населением Отвечают на вопросы При этом деятельность Нашего главы администрации Ильшат Акзамовича Отмечена несколько раз республикой Как один из близких К населению аккаунтов Если говорить об обращениях Либо это инцидент менеджмент Либо просто обращение К тем же руководителям Какая-то статистика Количество обращений в день Инцидент менеджмент Это система Броузерная система Которая устанавливается На рабочем месте Ответственного лица С администрацией района Есть роботизированная система Робот выбирает Негативные сообщения Которые оставил Какой-либо пользователь В интернете Выбирает Есть у этого робота Слова Ключевые слова Слова-сигналы В общем Они связаны С опасностью Которую представляет Может быть Многим людям Всему населению Может быть Или определенному кругу Людей Выбирает эти сообщения Формирует кейс Формирует Работник администрации Главы республики Рабочая группа Есть такая По работе С обращением Граждан в социальных сетях Они распределяют По районам У нас С октября Прошлого года По сегодняшний день Нами обработано Более тысячи Обращений Более тысячи Инцидентов Аналитика Конечно же Ведется Аналитика Ведется И по сферам Какие были обращения У нас больше всех Конечно обращений По ЖКХ И дорогам По безопасности Дорог Тоже есть у нас Обращения По социальным сферам Не так уж и много Но больше всего Людей беспокоится Беспокоит Жизнеобеспечение Жизнеобеспечение Дороги Вода Благоустройство Также в этом Числе Вот эти проблемы Также Среди инцидентов Есть немало Вопросов Мы их тогда Просто консультируем Даем какие-то советы Сылаемся на законы Но при этом У нас Наше общение Должно быть Не так скажем Как мы пишем Официальные письма Гумажные Вариант в письменном виде Не такие А именно так Как обратились К вам с обращением Чем проще Тем лучше Тем понятнее Населению Тем понятнее Обратившемуся Ну и могу сказать Что среди обращений Бывают и Ну Написанные так Все пишут Почему мне не написать То есть Проблема ни о чем Но тем не менее Человек хочет себе Показать Сказать Вот я есть Тут Я тоже Тут сижу В интернете Я тоже Пользователь Я тоже Скажу Кое-что Есть такие Тоже Обращения Но мы Очень уважаем Людей Очень уважаем Тех людей Которые Поднимают Проблемы Которые Касаются Всех Других Его соседей Жители Этой улицы Этого Населенного Бунта Стараемся Конечно Решить Эти проблемы И Установлены Сроки Эти требования Обязательны Для всех Муниципалитетов Мы получили Сообщение Значит Инцидент Менеджмент Нам дал Этот пост Через систему В течение Одного часа Мы должны Среагировать То есть Написать Мы вас Услышали Мы увидели Ваш пост Ваше сообщение Мы дальше Будем работать Над этим сообщением Над вашей проблемой И в течение 24 часов Мы же должны Кое-что предпринять Кое-что Что в наших силах А если нет Если эта проблема Еще только обозначается Если у нас Скажем Нет финансовых Каких-то средств Если нет у нас Возможности Но Весь очертание Этой работы То мы В течение Ну 8-10 Может быть дней Может иногда и больше Мы устанавливаем срок И сообщаем Обратившемуся Мы ответим На ваше сообщение Спустя Например Месяц Спустя 15 дней То есть Все должно быть Конкретно Потому что Человек ждет Он ждет Решения своей проблемы И мы должны Конечно же Помочь ему А вообще Активность Пользования Социальными сетями Высокая у нас В районе Если в республике Более 5 миллионов Человек сидят В социальных сетях У нас в районе Более 20 тысяч Человек И они каждый день Что-то пишут Конечно же Не всегда приятно Конечно же Не всегда Делится своими радостями А бывает Что делится И проблемами Сама программа Инцидент менеджмент Подразумевает Решение проблемных вопросов То есть Это именно Связано С негативом И какая-то статистика Есть Что обращений Меньше стало Потому что Эти вопросы Решаются Или примерно Так же В течение этого года Продолжается Количество Обратившихся Вопрос уместный Статистика Конечно же Ведется И вот Смотрите Инцидент менеджмент Составляющий Словосочетание Инцидент И менеджмент Менеджмент Значит Надо руковать Этим инцидентом Работать над инцидентом Статистика ведется Аналитика ведется Каждый день Мы просматриваем Как у нас идет работа Там есть процент Выполнения Обещанного Значит там 90% Вот сегодняшний день Например на сегодняшний день Начиная с 1 ноября По 18 числу Скажем По 19 числу У нас Выполнено Обещанного На 96% Остаются Небольшие проблемы Над которыми Мы сейчас работаем Ведь не всегда Скажем Финансовые средства Позволяют что-то делать Или например У нас нет еще проектов Или сметных документов Вот когда только Инцидент менеджмент Начал работать Вот эта система Начала работать У нас очень много Было инцидентов Они поступали Поступали Скажем В день По 6-7 Обращений Поступало 6-7 обращений В день А далее Значит Вообще Инцидент И зависит от того Какое время года Ну естественно Весной и осенью У нас дорожные проблемы Появляются Зимой у нас Очистка снега Эти проблемы Потом К 1 сентября Вот тоже начинаются Какие-то проблемы Связанные С питанием школьников Были такие проблемы Очень много было Инцидентов Во время Отопительного Сезона Когда у нас Возникли проблемы Над устранением Которых Работали в течение Нескольких суток Вот эти проблемы Были А вообще Самое меньшее количество Инцидентов Были в августе Почему в августе В августе В июле Летние месяцы Потому что Активно у нас Работали информационные Группы Мы выезжали Населенные пункты Общались с населением Ну хотя Этот процесс И сейчас И нас идет Общаемся с населением У нас группа Вот совсем недавно Например Межведомственная группа Побывала В селе Ямады И там решаются Какие-то вопросы Все точки И мы ставим Или же даем Какие-то Развернутые ответы Консультируем Или берем На заметку Контролируем Вопросы Возникшие У населения Вот тогда у нас Бывает меньше Поэтому Естественно Надо сделать вывод Чем Мы больше Дольше Теснее Общаемся с населением Тем меньше Будет у нас вопрос Институт менеджмент Обращение Это всегда Адресовано кому-то В адрес кого-то То есть По результатам Итогам Разбирательства Этого дела К этим организациям Какие-то действия Какие-то предписания В какой форме Вообще Идет диалог Вот эта форма Она очень простая Она По максимуму Приближенная К населению Мы же знаем Что население Оно разное Разношерстное население У нас Да Есть люди Высокой культуры Есть люди Немножко неответственные Может быть Да Ничего Например Не стоит Написать Негатив Субъективное Менение Скажем Да И потом Обращается Обращений Несколько Человек Если обращается Скажем К вышестоящим Инстанциям Самому Скажем Главе Республики Ну естественно Мы пишем Ответ Применительно К аккаунту Главы Республики Могут Обращаться И к главе Администрации Нашего района И еще Есть обращения Когда люди Между собой Общаются Например Кто-то Пост выложил И общаются Люди Между собой И такие Сообщения Комментарии Тоже попадают В инцидент Менеджмент Попадает В инцидент Менеджмент И посты Которые Человек У себя На странице Опубликовал И эти Ну все Кроме Личной переписки Поэтому Применительно Вот к этим Обращениям У нас Получается И ответ Применительно То есть Мы Вначале Должны Изучить Вот эту Ветку Разговора Ветку Общения О чем же Все-таки Идет общение У населения О чем они Говорят Пользователи После этого Применительно По логике Мы уже Отвечаем Если Этот пост Вбирает в себе Несколько проблем Стараемся Развернуть И дать ответ Если Какая-то Небольшая проблема Ну уж Решить Даже Бывает так Что В течение Нескольких часов В течение Часа Прежде чем Опубликовать ответ Я обращаюсь К обслуживающей Организации Скажем Подрядной Организации И они Устраняют В кратковременные Сроки Эту проблему То есть Мы Работаем Все вместе В одной связке Все организации Городская Администрация Организации Которые Мы называем Социальными Социальной Направленности Мы все вместе Работаем Все вместе Несем ответственность Перед населением Как вы оцениваете Эффективность Вот этого Взаимодействия Взаимодействия Между ведомствами Стало выше Стало выше Конечно Знаете Вспоминается Такой пример Этот пример И часто Приводил Ради Фаридович В своем выступлении В своих постах Есть такая Некая теория Разбитых окон Это у Американского Криминалиста Уилсона Следуя которому Если будет В одном доме Хоть одно Разбитое окно Люди Окружающие люди Будут Негативно Относиться Ко всему дому То есть Пренебрежительно Пренебрежительно В конце концов Даже есть вероятность Что Все здание Будет разрушено И поэтому Мы считаем Ни одно сообщение Ни один пост Негативный Ни одно обращение Где есть Скажем Крипт души Где есть проблемы Мы не должны Пропускать Мимо ушей Мы должны Для нас Не должно быть Мелочи Все должно быть Скажем Нашей компетенцией В наших руках И постараться Решать Эти обращения Эти проблемы А как вы оцениваете Эта форма Взаимодействия С населением Повышает Эффективность Или в то же время Это как способ Вот что-то Не устраивает Человека Пойду Напишу Главе Республики Ну Двоякое чувство Конечно Есть Например Такие Люди Которые Ну могут быть В принципе Скажем По теории Могут быть Такие люди Которые Зафейковой страницей Могут очернить Скажем Доброе имя Нормального Работающего человека Потому что он По каким-то Личным Неприязненным отношениям Может его оклеветать Всякое Может быть А с другой стороны Эффективность нашей работы Конечно же Повышает Вот эти обращения Вот эти посты Люди Эти инциденты Потому что мы Тем самым Познаем Какие у нас болевые точки Над чем работать Как работать Как взаимодействовать Ну Вначале я уже сказала Насчет кадровых вопросов При этом мы узнаем Какие у нас руководители С нами в одной связке Должны быть Над чем нам работать В целом И поэтому Когда Вообще Когда ответ даем Сугубо вежливой форме Сугубо без Раздражения Потому что Если даже раздражает Потому что Мы понимаем Если у человека Проблема Он просто так бы Не обратился А как вы вообще Считаете Вот Эта программа Она Влияет на отношение К власти В целом Это и политический вопрос И Возможно Субъективный вопрос Ведь как у нас Население Скажем Где-то Ремонтирует Большую улицу Ремонтирует Улицу Азина Это же Прекрасно Потому что Улица Азина Это лицо Нашего города Пользуются Эта улица Многие Многих Люди Должны быть Все рады Но тем не менее У нас появились Столько инцидентов Когда пишут Ну вот смотрите Свою улицу Азина Только и все А наша улица Вот такая Выкладывает фотографии Мы понимаем Мы все это понимаем Но тем не менее У каждого города Бывает Исторически Исторически Сложенный Образ города Через какую-то улицу Через какую-то площадь И так далее Поэтому Как будут средства Мы так и отвечаем Как будут средства Как мы сможем Мы планируем Мы сделаем Тоже на вашей улице Будет тоже праздник Мы так и отвечаем Потому что Вот смотрите 2020 год Глава республики Назван Годом эстетики Населенных пунктов И мы надеемся Что К нам придут Неплохие средства Надеемся Они пришли в этом году Уже неплохие Надеемся Что у нас Будет больше Хороших населенных пунктов Больше благоустройства Больше красоты Ваш отдел В том числе Проводит и опросы Населения Что Вот Как Эта работа Продвигается Какие Темы Опросов Выбираете На что Ставите акценты Опросы Мы проводили Всегда Вот все эти годы Как отдел Существует Проводили всегда Ну вот Знаете Последние 5-6 лет У нас Появилась Новая платформа Для всех Муниципалитетов И Министерств Ведомств У нас есть Единая платформа Открыта Республика И поэтому Все опросы Проходят Через этот Ресурс В том числе И удовлетворенность Населения Деятельностью Органов Местосумправления Население У нас Голосует И кстати Неплохие результаты У нас там Неплохие результаты А то что касаемо Вот Выходим мы В народ Тоже проводим Опросы Последний у нас Опрос был В начале Ноября Тоже предметный Опрос по Межнациональным Межконфессиональным Отношениям Итоги Тоже нас радуют У нас В Янауле Проживает народ Добродушный И с уважением Относящийся К другим Другим Нациям Толерантный Есть какие-то Задачи Ближайшие Которые вы Ставите Для Исполнения Своего дела Вот совсем Недавно В Эфе Был семинар Где говорили О том Что В нашей Республике Запускают Новую Систему Это система Продолжение Системы Инцидент Менеджмент Только будет Называться ПОС Платформа Обратной Связи Платформа Обратной Связи Вбирает В себе Многие Направления В том числе Инцидент Менеджмент Как составляющая Будет Это все Обращения Граждан Которые Приходят Через Электронные Ресурсы Через Госуслуги Через Электронную Приемную Всех Сайтов Всех Ведомств Сайтов И администрации В том числе И поэтому Вот Близлежащая Наша Задача Освоить Эту Новую Программу Программа Платформа Обратной Связи Будем Работать В перспективе Что она Должна Дать Для Жителя В перспективе Она должна Дать Жителям Мы вас Услышали Мы С вами Обсудим Мы с вами Вместе Мы Отработаем Ваш Вопрос И вам Будет Комфортно Удобно Жить Здесь А помимо Взаимодействия В сети Обращения Граждан Личные Приходят Ли Спрашивают У нас Есть Свои Сообщества В интернете Есть у нас Свои Сообщества Администрации Муниципального Района Вконтакте В одноклассниках Твиттере Фейсбуке Инстаграм И Люди Обращаются Но Чаще всего Больше всего Через Вконтакте Личным Сообщением Пишут Пишут В группу И вот Даже Не считая Где Более Тысячи Инцидентов У нас Обращений Даже Больше Наверное Получается За год Мы Обрабатываем Не менее Трех Тысяч Обращений Правда Первое Время Было Как-то Можно Сказать Даже Боязно Подумали Ну а Где же 59-й Федеральный Закон Где Мы Должны Отвечать Через призму Людей Помочь Органам Местного Самоправления Принять Управленческие Решения Любой Житель Может Обратиться Естественно К вам И через Социальные Сети И Личному Есть прием Граждан Личный Прием Граждан У нас Каждый День У нас Никогда Дверь Не закрывается У нас Они Всегда Открыты Тем более Есть Центры Обслуживания По регистрации Граждан В госуслугах К нам Люди Идут Каждый День И Неоднократно Время нашей передачи Подошло к концу Спасибо за беседу И напоминаю На мои вопросы Сегодня отвечала Начальник информационно-аналитического отдела Администрации района Лидия Галимова Спасибо за внимание До свидания